Уравнение прямой в пространстве Так, мы с вами знаем, что уравнение прямой как на плоскости, так и в пространстве Можно записать вот в таком вот виде Где R0 это радиус вектор какой-либо точки на нашей прямой Эта точка называется опорной А это направляющий вектор И мы сделаем с вами следующее Обе части этого уравнения векторно домножим на вектор А У нас получится следующее Слева векторные произведения R на А Справа векторные произведения R0 на А Плюс T векторные произведения А на А Дальше Чему равно векторные произведения А на А? Это нулевой вектор И таким образом мы с вами добились того, что из уравнения исчез параметр А вот векторные произведения R0 на А Мы обозначим буквой B У нас появился некий новый вектор в этом уравнении И этот вектор B у нас, как мы понимаем, ортогонален вектору А Вот, ну и таким образом уравнение прямой у нас записалось вот в таком виде Векторные произведения R на А равно B Где скалярные произведения А на Б равно нулю Вот такое вот уравнение прямой Такая форма записи уравнения прямой называется уравнение Плюкера Это немецкий математик 19 века Который много занимался алгеброгеометрическими вопросами Так, значит, если мы смотрим на это уравнение Уравнение Плюкера Какие выводы можем мы с вами сделать? Какие-то геометрические характеристики прямой здесь видны в этом уравнении? Да, направляющий вектор А, вектор А, который в этом уравнении фигурирует Это направляющий вектор, тот же самый, который фигурирует и здесь А вот у вектора В никакого понятного ясного геометрического смысла нет Это очень похоже на уравнение плоскости Если мы уравнение плоскости записываем вот в таком вот виде Скалярное произведение R на N равно D То опять же вектор N здесь имеет очень понятный геометрический смысл Это вектор нормали к плоскости А вот эта вот константа D Она в уравнение входит, но никакого такого вот ясного геометрического смысла она не имеет Здесь ситуация аналогичная Так вот теперь давайте попробуем под такую задачу поставить Значит, если у нас уравнение прямой задано в параметрической форме Мы уравнение Плюкера легко получаем Просто домножая обе части уравнения векторно на направляющий вектор А Вопрос, а вот если дано уравнение в виде форме Плюкера, вот такое Как из него получить векторное параметрическое уравнение? В обратную сторону как сделать? Значит, ну смотрите Если у нас задано вот такое вот уравнение Вот это обязательное условие Потому что если это условие не выполнено То решения уравнения не будет По очевидным причинам Если А и Б не ортогональные векторы То вот здесь вот А и Б это не ортогональные векторы Этого быть не может Потому что векторное произведение Вот оно Оно обязательно должно быть ортогонально каждому из замножителей Так вот вопрос Если Дано уравнение в форме Плюкера Р на А равно Б А найти требуется векторное параметрическое уравнение Как это сделать? Значит, ну для того, чтобы записать векторное параметрическое уравнение Требуется знать направляющий вектор И требуется знать опорную точку Направляющий вектор мы знаем Вот он Тот вектор, который входит под знак векторного произведения Это и есть направляющий вектор нашей прямой Вопрос, как найти опорную точку Ну понятно, что в качестве опорной точки Можно выбрать любую точку нашей прямой Их бесконечно много Какую угодно можно выбрать Надо одну какую-нибудь найти И понятно, что искать нужно ту Которая среди других чем-то выделяется Которую можно как-то охарактеризовать Специальным образом Вот как вы думаете Какую точку Какую точку Лежащую на этой прямой Можно попытаться найти И взять ее в качестве опорной в дальнейшем Такую точку, которая выделяется Среди всех других точек прямой Ну, наверное, это точка Которая каким-то специальным Геометрическим свойством обладает Вот в качестве такого свойства Давайте возьмем такое свойство Пусть радиус-вектор этой точки Будет ортогонален самой прямой Значит, вот смотрите Вот прямая Вот прямая Вот начало координат Можно взять вот такую опорную точку Можно взять вот такую Но если я возьму такую опорную точку Чтобы ее радиус-вектор Был ортогонален самой прямой То эту точку То у этой точки есть Какое-то специальное геометрическое свойство Ну, а именно то, которое я уже озвучил Значит, итак Будем искать Эту самую опорную точку Ну, вернее, радиус-вектор опорной точки Так, чтобы он был ортогонален самой прямой То есть он должен быть ортогонален вектору А Вектор R0 должен быть ортогонален вектору А Раз вектор R0 ортогонален вектору А В каком виде его можно искать? Скалярное произведение чего на что? Скалярное произведение R0 на А0 равно А R0 как искать теперь? Векторное произведение А Векторное произведение А А почему Б? Потому что векторное произведение А Значит, идея почти правильная Но тут вот требуется обоснование Почему вектор Б нужно брать Значит, я буду делать вот как Почти по этой идее Я вектор R0 буду искать В виде векторного произведения Вектора А на какой-то вектор Х Это вектор Х я пока не знаю Так, значит, вот это вот R0 Такой вид R0 Подставляем в исходное уравнение У нас получается следующее Ну, то есть вот в это вот уравнение У нас получается Векторное произведение АХ на А Равно векторное Лучше я в другом порядке возьму А нет, не могу в другом порядке брать Пусть так будет Значит, равно вектору Б Так, правильно я сделал? Значит, вместо R подставил вот это А на Х на А равно Б Так, дальше у меня образовалось Здесь двойное векторное произведение И это двойное векторное произведение Нужно раскрыть Значит, как оно будет раскрываться? Минус А скалярное произведение ХА Плюс Х скалярное произведение А на А Равно Б Значит, минус А скалярное произведение ХА Плюс Х скалярное А на А равно Б И вот это вот скалярное произведение Равно нулю Потому что вектор Равно ну нулю Да, действительно, мы вектор Х не знаем Это плохо Нет, так не получается Что же делать? Я правильно его раскрыл Вот Что я точно сделал правильно Это раскрыл векторное произведение Значит, здесь, наверное, немножко неудачно Я выбрал Вот этот вот вид решения Давайте действительно поступим немножко проще Я вот от этого откажусь И сделаю по-другому Я обе части нашего уравнения Умножу на Умножу вектор на вектор А Так будет немножко проще Это тоже самое практическое Но Результат получится быстрее Значит, обе части нашего уравнения Векторно умножаю на вектор А Получается двойное векторное АРА Равно векторному произведению А на Б И теперь раскрываем двойное векторное Получается РАА Минус А АР Равно векторному АБ И вот дальше мы с вами вспоминаем Что вектор Что среди всех решений этого уравнения Мы ищем такое Которое ортогонально вектору А То есть Для вектора Р0 Эта скобка Равна нулю И отсюда мы с вами находим Что вектор Р0 Будет вот такой вот Векторное произведение АБ Разделить на скалярное произведение АБ Так, ну везде значки вектор нужно поставить Я их не писал Для краткости Но, конечно, их Нужно расставить Вот, ну и в результате мы получаем Векторное параметрическое уравнение нашей прямой Вот в такой вот записи Таким образом мы с вами можем От одного способа записи Переходить к другому Это, в общем, оказывается Не так уж и сложно Теперь давайте попробуем с вами Обсудить Каким образом можно Решать векторное уравнение Система уравнений Значит, давайте начнем Вот с какой задачи Даны два уравнения плоскости Одно Второе Они выглядят совершенно Идентично Но в них разные коэффициенты Нормальный вектор одной плоскости Н1 Другой плоскости Н2 И коэффициенты, которые стоят В правых частях Мы обозначим, соответственно Д1, Д2 Мы с вами понимаем хорошо Что с точки зрения Геометрической Что получается в качестве решения Этой системы Значит, может У этой системы может не быть решений вообще И с геометрической точки зрения Это означает, что наши две плоскости Параллельны Может оказаться так Что плоскости совпадают Ну и в этом случае Решением этой системы Являются все решения Одного уравнения И другого уравнения И, наконец, третья ситуация Когда плоскости пересекаются И в этом случае Пересечением этих двух плоскостей Является прямая Значит, давайте попробуем Охарактеризовать эти три случая Какими-то условиями На коэффициенты уравнений Значит, итак Что нужно для того, чтобы прямые совпадали? В каком случае прямые будут совпадать? Когда у них нормальные векторы Каким свойством обладают? Клинеарные То есть Один вектор Получается из другого Умножением на Какую-то константу Но при этом И правые части Должны быть тоже пропорциональными То есть Фактически Уравнения должны быть одинаковыми То есть Правые части Коэффициенты Д1 и Д2 Должны быть связаны Точно такой же пропорциональностью Вот условия При котором Прямые совпадают При этом Условие является И необходимым И достаточным То есть Это означает Что если прямые совпадают То выполнены Вот эти вот условия И наоборот Если эти условия Выполнены То прямые Будут совпадающими Вторая Возможность Это параллельность Прямых Для параллельных Прямых Нормальные векторы По-прежнему Должны быть Пропорциональны Один из них Получается Из другого Умножением На константу А вот Коэффициенты Правых частей У нас Ну они тоже будут Пропорциональны Любые два числа Любые два числа Пропорциональны Но коэффициент Коэффициент пропорциональности Нормальные векторы Уравнение этих двух векторов Отлично от нуля Отлично от нулевого вектора И теперь наша задача Составить уравнение Вот этой вот прямой Давайте картинку Нарисуем Так, ну вот Что-то такое Значит, вот у нас Одна плоскость Ее нормальный вектор Н1 Вот вторая плоскость Ее нормальный вектор Н2 Ну и прямая Которая является Пересечением Этих двух плоскостей Вот ее здесь На картинке Тоже видно хорошо Подлежит Поиску Для того, чтобы Уравнение прямой Написать Требуется знать Направляющий вектор И опорную точку Это в случае Если мы хотим Получить уравнение Прямой Векторное Параметрическое Но может быть Получится какое-нибудь Другое Уравнение Плюкера Может быть получится Давайте Попытаемся на первый вопрос Ответить Как найти Направляющий вектор Этой нашей Прямой Это будет Векторное произведение Нормалей Почему? Потому что Направляющий вектор Нашей прямой Лежит В каждой из плоскостей Он и в первой плоскости Лежит И во второй плоскости Лежит Но раз он лежит В первой плоскости Значит он перпендикулярен Ортогонален Вектору Н1 Раз он во второй плоскости Лежит Значит он ортогонален Вектору Н2 То есть он должен быть Ортогонален Каждому из них И В этом случае Мы можем взять Его Как векторное произведение Н1 Н2 Только что Мы с вами установили Что этот вектор Будет не нулевой То есть действительно Его можно брать В качестве Направляющего вектора Так Ну а теперь Давайте попробуем Сделать вот что Значит нам нужно Вот из этих вот Двух уравнений Найти Некоторые выражения Для r Это я сделаю Вот каким образом Значит смотрите Эти уравнения Скалярные То есть Каждое из них Это Число равно числу А нам нужно С вами получить Уравнение Векторное Как из скалярного Уравнения Получить векторное Ну только умножать На вектор На какой-нибудь Из числа Получить вектор Можно только умножив На вектор Это число Поэтому давайте Поступим так Значит я первое Уравнение Умножу на какой-нибудь Вектор На какой можно Умножить У нас кроме Н1 Н2 Ничего нет Вот я первое Умножу на Н2 Второе Умножу на Н1 Вычту из Одного Другое И у меня Получится Бац Минус Цап Значит давайте Я делаю Так Я второе Уравнение Умножаю На Н1 Получается Н1 В скобках Р Н2 Равняется Д2 Н1 Значит вот У меня Второе Уравнение Умноженное На Вектор Н1 И теперь Я Первое Уравнение Умножаю На Н2 И вычитаю Получится Минус Н2 Скалярное Произведение Р Н1 А в Правой Части Вычитается Д1 Н2 Вот я Подписал Здесь Буквы БАЦ И вы Видите Что в Левой Части Получилась Формула Бац Минус Цап Сворачиваем В двойное Векторное Произведение Получается Векторное Произведение R N1 N2 Равно Ну равно Тому Что Справа Написано Здесь Ничего Преобразовать Конечно Не получится Так И мы Видим Что Получилось Уравнение Плюкера Если Вспомнить Что Векторное Произведение N1 N2 У нас Направляющий Вектор А То Получилось Уравнение Плюкера Так Ну а Дальше Мы Понимаем Что Можно Сделать Поскольку Мы Из Уравнение Плюкера Умеем Получать Векторное Параметрическое То Дальше Мы Можем И Векторное Параметрическое Уравнение Здесь Следующая Задача Которую Мы С вами Рассмотрим Это Задача О пересечении Трех Плоскостей Вот Здесь Появится Кое-что Новое Интересное Значит Три Плоскости Я Для того Чтобы Было Побыстрее Чтобы Побыстрее Писать Я Нормальные Векторы Обозначу Не Н1 Н2 Н3 А Абц А правые Части Я обозначу Альфа Бета Гамма Так Значит У меня Имеется Три Плоскости Уравнения Совершенно Идентичны Скалярные Произведения R на А Равно Альфа R на Б Равно Бета И в третьем Уравнении R на С Равно Гамма Три Скалярных Уравнения Если Записать В развернутом Виде Левые Части То Эти Левые Части Будут Иметь Вид АХ Плюс Б И 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 Получается Фактически Это Система Трех Уравнений С Тремя Неизвестными С Точки Зрения Алгебры Это Система Трех Уравнений С Тремя Неизвестными С Точки Зрения Геометрии Это Три Плоскости Как Три Плоскости Могут Быть Расположены В Пространстве Самый Интересный Для нас Лучай Конечно Когда Эти Три Плоскости Пересекаются В Единственной Точки Две Вот так Вот И Треть Их Пересекает Есть Единственная Общая Точка Все Остальные Случаи Это Случаи Когда Прямые Когда Две Из Плоскостей Либо Параллельно Либо Совпадают Но Во всех Остальных Этих Случаях У нас Решения Нет На самом деле Решение Будет Еще В том Случае Когда Все Эти Три Плоскости Проходят Через Решению Этой Системы С геометрической Точки Зрения Единственное Решение Будет Когда Какое Условие Нужно Наложить На Нормальные Векторы Эти Три Нормальных Вектора Должны Быть Линейно Независимы Некомпланарны Они Все В разные Стороны Должны Торчать Это Нужно Для Того Чтобы Среди Плоскостей Не Возникало Бо Папарно Компланарно Значит С геометрической Точки Зрения Мы уже Сказали Что Условием Однозначной Разрешимости Является Линейная Независимость Этих Трех Векторов А алгебраически Это можно Записать Как Неравенство Нулю Смешанного Произведения Этих Трех Векторов Это Как раз И есть Условие Линейной Независимости И вот Дальше Наша Задача Попытаться Решить Эту Систему На самом Деле Мы умеем Решать Эту Систему При помощи Формул Крамера Вот Формулы Геометрические Которые Мы Сейчас Выведем Они Будут У нас Каким-то Образом С формулами Крамера Связаны Ну и Вот Ваша Задача Как раз Будет Впоследствии Понять Как же Устроена Эта Связь Так Значит Как мы Будем Решать Эту Систему Я Решение Этой Системы Буду искать В таком Виде Значит Я записываю Ищем Решение Р В виде Суммы Трех Слагаемых Р1 Плюс Р2 Плюс Р3 Где Р1 Будет Удовлетворять Такой Системе Скалярное Произведение Р1 На А Равно Альфа Р1 На Б Равно Нулю Р1 На С Равно Нулю Значит Видите Что я Сделал Я В первом Уравнении Правую Часть Оставил Альфа А во Втором И третьем Поменял На Нули Р2 Должно Удовлетворять Такой Системе Р2 На А Равно Нулю Р2 На Б Равно Бета Р2 На С Равно Нулю Ну и для Третьей Системы Я думаю Догадались Что должно быть Р3 Р3 А Равно Нулю Р3 На Б Равно Нулю Р3 На С Равно Гамму Значит Вот действительно Смотрите Если 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 Решим Решим Каждую Из Этих Трех Систем И Сложим Полученные Решения То Как раз И получится Решение Вот этой Системы Как доказать Очень Просто Давайте Возьмем Вот эту Сумму Р1 Р2 Р3 И Подставим Вот в эту Нашу Систему В первое Уравнение Системы Тогда Скалярное Произведение Р1 На А Будет Равно Чему Р1 На А Плюс Р2 На А Плюс Р3 На А Но Вторые Второй Треть Слагаемые Равны Нулю А первое Равно Альфа И мы Видим Что Первое Уравнение Выполняется Так же И для Остальных То есть Мы Одну Систему Сложную Заменили На Три Системы Более Простых Теперь Давайте Попробуем Каждую Вот Из Этих Более Простых Систем Решить Рассматриваем Первую Из них А Именно Давайте Внимательно Посмотрим На второе И третье Уравнение Р1 Б Скалярное Произведение Р1 Б Равно Нулю Скалярное Произведение Р1 С Равно Нулю Вывод Какой Из этих Двух Уравнений Что Вектор Р1 Ортогонален И Б И С Значит Его Можно Искать В виде Векторного Произведения Б На С Ищем Р1 В виде Векторного Произведения Б На С Ну С Каким-то Коэффициентом Коэффициент обозначу Через Х Ну Теперь Вот этот Вот вид Решения Я подставляю В первое Уравнение И в результате Получается Вот что Числовой Коэффициент Х Скалярное Произведение Векторного Произведения БС На А Равно Альфа Так Вот это Образовалось Что Это Смешанное Произведение Внутри него Можно по кругу Букву Переставлять Я букву А Переставлю Вперед И Получится Смешанное Произведение А, Б, С Но про это Смешанное Произведение Мы уже знаем Что оно Не нулевое Поэтому На него Можно поделить И мы с вами Находим Что Х Будет Равен Альфа Делить На Смешанные Произведения А, Б, С То есть Р1 Будет Равен Альфа Векторное Произведение Б, С Делить На Смешанные Произведения А, Б, С Так С точки Зрения Определителей Смешанные Произведения А, Б, Это Что Но определитель основной матрицы вот этой системы, он стоит в знаменателе, как в формулах Крамера и требуется. Так, значит, я не буду подробно выписывать процесс решения остальных двух систем. Я напишу просто готовый ответ. Готовый ответ будет такой. R – это решение уже исходной системы. Не вот этих вот элементарных систем, а первой большой системы. Решение будет такое. Единица делить на смешанное произведение АВС – это общий числовой коэффициент. А дальше в скобках стоит такое выражение. Альфа на векторное произведение ВС плюс бета – смешанное векторное произведение еще какое-то, плюс гамма – векторное произведение еще какое-то. А вот теперь попробуйте догадаться, что стоит в этих квадратных скобках, какие векторные произведения. Значит, здесь. Так, а здесь? Вот относительно АВ правильно догадались. А относительно АС? АС. Либо тут минус. Вспоминайте алгебраические дополнения. Либо СА. Я напишу СА так, чтобы все слагаемые были с плюсом. Значит, и смотрите, что у нас получилось. Получилось, что вектор Р, решение нашей системы, оказался равным линейной комбинации трех векторов. Такого, такого и такого. То есть вот эти вот три вектора, ВС, СА и АВ, оказываются, образуют базис. И вот этот базис имеет специальное название. Он очень полезен, оказывается, при решении многих геометрических векторных задач. Он называется базисом двойственным. Давайте не буду забегать вперед. Я сформулирую лучше определение аккуратно. Значит, итак, пусть у нас имеются три вектора А, В и С. Линейно независимые. Ну и, естественно, они образуют базис. В трехмерном пространстве, в котором рассматриваются все наши задачи. Значит, пусть имеется базис, состоящий из трех векторов А, В и С. Тогда базис, состоящий из трех векторов А со звездочкой, В со звездочкой и С со звездочкой, которые определены таким образом. А со звездочкой – это векторное произведение В, С делить на смешанное А, В, С. В со звездочкой – это векторное С, А разделить на смешанное А, В, С. И С со звездочкой – это векторное А, В разделить на смешанное А, В, С. Вот этот базис, состоящий вот из этих трех векторов, называется двойственным или дуальным или сопряженным по отношению к исходному базису. Три термина. Двойственный базис, дуальный базис, сопряженный базис. В разных книжках разные термины используются. Определение нечестное. Что здесь нечестного? Я сказал, что эти три вектора со звездочкой, А, Б и С со звездочкой, образуют базис. Откуда я это знаю? Я этого не доказывал. Значит, что нужно сделать для того, чтобы убедиться, что они действительно базис? Нужно убедиться, что они не комплонарны. Их три штуки, то есть количества их хватает для того, чтобы базис в пространстве образовывать. Но нужно проверить их некомплонарность. То есть нужно проверить, что отлично от нуля их смешанные произведения. Вот если мы это сделаем, то тогда определение станет уже честным, правильным. Давайте это сделаем. То есть докажем, что вот эти вот три вектора у нас действительно линейно независимы. Докажем, что векторы А со звездочкой, Б со звездочкой и С со звездочкой линейно независимы. Вернее, не докажем, а выясним, являются ли они линейно независимы. Может, не являются. Значит, давайте вычислим их смешанные произведения. А со звездочкой, Б со звездочкой, С со звездочкой. Это у нас. Значит, смотрите, как я поступлю. Так, вот первый. Вот второй. Вот третий. Значит, я стрелки писать не буду, это очень утомительно. Так, значит, смотрите, у нас в каждом из этих трех векторов есть числовой коэффициент. Это смешанные произведения А, Б, С, стоящие в знаменателе. Я могу вынести это смешанные произведения из каждого сомножителя. И у меня тогда получится вот что. Единица разделить на А, Б, С в кубе. Так, а смешанные произведения будут такое. Первый вектор, Б, С. Второй вектор, С, А. Третий вектор, А, Б. И дальше я сделаю вот что. Я вместо вот такого смешанного произведения напишу вот такое вот. Вот так сделаю. Можно же так сделать, да? То есть я смешанные произведения представил как скалярные произведения одного вектора на векторные произведения двух других. Дальше я сделаю так. Вот этот вот вектор я временно обозначу буквой Х, а эти пусть так и называются А и Б. А вот теперь вы видите, что у меня образовалось двойное векторное. Двойное векторное произведение, составленное из векторов Х, А и Б. И я могу к этому двойному векторному произведению применить формулу Лагранжа, ту, которую мы с вами бац-минус-цап называем. Так, вот это получится равным чему тогда? Вот этот вектор. умножить на скалярное произведение Х, Б минус вектор Б умножить на скалярное произведение Х, А. Так, смотрим, что у нас получится после всех этих действий. У меня получается скалярное произведение вектора БС на вот такой вот вектор. А в скобках С, А, Б минус Б С, А, А. Так, так. 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 Значит, я просто переписал вот эту предыдущую строку, вписав результат вычисления вот этого двойного векторного произведения. Так, теперь внимательно смотрим, что у нас здесь образовалось. Вот в этих круглых скобках у нас, смотрите, что стоит. Векторные С, А, Умножить на Б. Что это? Это смешанные А, Б, С или минус А, Б, С? А, Б, С, А, Б. Значит, смотрите, я могу квадратные скобки с первого-второго вектора переставить на второй-третий. И у меня тогда получится, ну, короче говоря, здесь может даже проще. Вы видите, что буквы С, А, Б образуют циклическую перестановку букв А, Б, С. То есть это просто смешанные произведения. Так, вот здесь что получилось? Скалярные произведения С, А, векторного С, А на А. Это ноль. Потому что это смешанные произведения трех векторов, из которых два одинаковых. Значит, получается, что вот этого нет. Вот это у нас смешанные произведения А, Б, С. И его можно вынести за скобку, как числовой коэффициент. И тогда после этого вынесения у нас получится скалярное произведение векторного Б, С на вектор А. Это что? Это смешанное А, Б, С. Значит, в результате у нас получилось А, Б, С в квадрате делить на А, Б, С в кубе. То есть получается единица делить на смешанные произведения А, Б, С. Действительно получилось ненулевое значение. То есть, смотрите, если у нас исходные три вектора А, Б, С образуют линейно независимую тройку и смешанные произведения их равно А, Б, С, то дуальные векторы или сопряженные базисы тоже образуют линейно независимую тройку, но у них смешанное произведение будет равно единице разделить на А, Б, С. Еще одно интересное свойство вот этих двойственных векторов. Значит, я напомню выражение для них. А со звездочкой – это векторное Б, С делить на А, Б, С. А, Б со звездочкой – это векторное С, А делить на смешанное А, Б, С. И С со звездочкой – это векторное А, Б делить на смешанное А, Б, С. Так, давайте попробуем сделать вот что. Попробуем посчитать скалярные произведения А и А со звездочкой. Берем скалярные произведения вектора А и вектора А со звездочкой. Что получается? Единица. Вот этот вот числовой коэффициент выносим за знак скалярного произведения. Получается скалярное произведение вектора А на векторное Б, С. Это смешанное, но смешанное уже было вынесено за скобку в знаменателе. То есть получается единица. Так, точно так же проверяется, что единица будет равно скалярное произведение Б на Б со звездочкой и С на С со звездочкой. Давайте попробуем найти скалярное произведение вектора А на Б со звездочкой. То есть вектора исходного базиса и вектора двойственного базиса на другого вектора. Значит, у нас получается тогда следующее. Скалярное произведение А на векторное СА делить на смешанное АБС. Что здесь получается? Опять же, смешанное АБС за скобку выносится, а в скобках остается смешанное произведение векторов А, СА, из которых два одинаковых, поэтому результат будет нулевой. И этот же результат будет получаться, если мы с вами перемножаем скалярно любой вектор исходного базиса и вектор двойственного базиса, но с другим именем. То есть такой же результат будет, если мы возьмем А на С со звездочкой или Б на А со звездочкой, ну и так далее. Там будет шесть вариантов. Вот. То есть смотрите, как геометрически характеризуется двойственный базис. Векторы двойственного базиса ортогональны векторам исходного базиса. То есть, вот видите, у нас вектор двойственного базиса Б ортогонален и вектору А, и вектору С. А длины их подобраны таким образом, чтобы скалярные произведения двух одноименных векторов, но один из исходного базиса, другой из двойственного, было бы равно единице. Вот. Благодаря таким специальным геометрическим свойствам двойственный базис очень удобен, бывает, при решении многих геометрических задач. И часто используется он при решении задач кристаллографии. Когда рассматривается неортогональный базис, то двойственный базис – очень удобное средство. Теперь давайте попробуем еще ответить вот на какой вопрос. Допустим, что в качестве векторов А, В и С взят ортонормированный обычный базис, то есть вектор И, Ж, К. А – это И, В – это Ж, С – это К. Давайте посмотрим, как тогда будет устроен двойственный базис. Итак, пусть вектор А совпадает с вектором И, В совпадает с вектором Ж, С совпадает с вектором А. Тогда А со звездочкой, что это будет? Значит, ну, во-первых, смешанные произведения А на В на С, то есть И на Ж и на К – это единица. Объем параллелепипеда, натянутого на три единичных попарно-ортогональных вектора. То есть, значит, вот здесь вот в знаменателях везде единицы стоят. Дальше, для вектора А со звездочкой векторные произведения В на С, то есть Ж на К – это И. Получается, что А со звездочкой будет И. В со звездочкой – это векторные произведения С на А, то есть К на И. Векторные произведения К на И – это Ж. Ну и, наконец, С со звездочкой получается равным К. То есть, если у нас исходный базис ортонормированный, то двойственный к нему базис просто с ним совпадает. Это тот же самый базис. И вот эти вот как раз ортонормированные базисы отличаются от всех остальных тем, что двойственные базисы для них совпадают. Мы с вами с двойственными базисами будем еще работать в следующем семестре в линейной алгебре. Ну и там вы еще кое-какие вещи про них узнаете. Ну а пока на этом мы, наверное, с вами закончим эту тему. Ну вот на этом месте, наверное, мы с вами остановимся в вопросе изучения прямых и плоскостей. То есть дальше просто нужно решать задачи и овладевать вот этим вот векторным аппаратом. Что мы делаем с вами дальше? Следующие геометрические объекты, которые мы будем с вами изучать, это так называемые конические сечения линии второго порядка. Это эллипс, гипербола и парабола. То есть те три линии, которые наряду с прямыми окружностями являлись предметом изучения в геометрии, начиная с античного времени. Ну это, в общем, самые простые после прямых и окружностей линии. Древние греки эти линии получали таким образом. Рассматривался конус, но конус не такой, как в школе вы рассматривали, который получается вращением прямоугольного треугольника вокруг одного из катетов, а бесконечный конус, который получается так. Берем две прямые, пересекающиеся, и одну из них вращаем вокруг другой. Ну в результате получается вот такая вот фигура, которая состоит из двух бесконечных трубок, расширяющихся в разные стороны. И дальше было замечено следующее, что если вот такой вот конус пересекать плоскостью, то в сечении получаются некоторые кривые линии, которые устроены так. Если секущая плоскость пересекает только одну половинку этого конуса, то в сечении вот здесь вот получается такая вот овалообразная линия, которая называется эллипсом. Если сечение провести таким образом, чтобы плоскость пересекала обе половинки конуса, обе полы, ну вот так вот, секущую плоскость провести. Но только так, чтобы она, конечно, не проходила через вершину. Потому что если она пройдет через вершину, то в пересечении что будет? Две пересекающиеся прямые, да? Вот если секущая плоскость проведена так, чтобы она не проходила через вершину, то получается вот такая вот линия, состоящая из двух отдельных частей, которые носят название гиперболы. Ну и, наконец, третья ситуация, которая получается в том случае, если секущая плоскость пересекает только одну половинку конуса, но так, чтобы сечение получалось бесконечным. Это будет получаться в том случае, если вот эта секущая плоскость параллельна одной из образующих. Ну то есть вот секущая плоскость должна вот так вот идти. Я ничего лучше не могу придумать, кроме как просто показать. В этом случае в сечении получается линия, тоже уходящая на бесконечность, но состоящая из одной ветви, в отличие от гиперболы. И эта линия называется параболой. Ну и древнегреческие математики преуспели, в общем-то, в изучении этих линий. Они практически все их геометрические свойства открыли. И буквально один шаг оставался у них до открытия аналитической геометрии. То есть геометрические свойства характеризовались фактически алгебраическими формулами. Но поскольку алгебра была еще не развита в то время, понятия переменной не было, уравнение записывать не умели, то, конечно, этот последний шаг перехода к аналитической геометрии сделан не был. Но все геометрические свойства линий были обнаружены. Значит, мы с вами будем подходить к вот этим трем линиям, к изучению этих трех линий, эллипсы, гиперболы и параболы, не как коническим сечением, а характеризовать их немножко иначе, геометрическими их свойствами. И сейчас я объясню, откуда берется такое геометрическое свойство для эллипса. А вот для гиперболы и параболы либо сами придумайте, либо почитайте, кому интересно, либо даже не читайте, кому не интересно. Значит, это просто некие наводящие соображения, почему так получается. Значит, я вот эту вот картинку нарисую в немного увеличенном варианте. И я нарисую ее сечение. То есть не объемную картинку, а сечение. То есть сам эллипс, вот он. Я рассматриваю сечение, которое проходит через, сечение этого конуса, который проходит через его вершину. Вот. Значит, и дальше, вот плоскость, которая рассекает наш конус. То есть вот там вот эллипс лежит. И дальше я делаю следующее. Я вписываю два шара в этот конус. Вот один шар, вот второй. Ну и понятно, как они вписываются. Значит, каждый из них должен касаться, во-первых, конуса, а во-вторых, вот этой вот секущей плоскости. Ну, на самом деле, можно попытаться изобразить и пространственную картинку, но я боюсь, что у меня это получится плохо. Значит, вот эллипс, который в сечении. Вот один шар. И вот второй шар. Вот пусть будет вот так вот картинка. Значит, вот две точки, в которых вот эти наши две сферы, два шара касаются секущей плоскости. Так, дальше. Вот здесь вот имеется линия, по которой шар касается с конусом. И для второго шара такая линия имеется. Вот еще одна линия, по которой шар касается конуса. Понятно, что вот и эта линия, и вот эта линия – это окружности. Если в круговой конус вложить сферу, то линия общих точек – это будет окружность. Так, дальше давайте рассмотрим вот какую задачу. Значит, смотрите. Так, вот эта вот фигура, эллипс, он целиком лежит на конусе, на поверхности конуса, да, потому что он представляет собой сечение конуса плоскостью. Значит, смотрите, что я сделаю дальше. Я возьму произвольную совершенно точку, лежащую на эллипсе. Давайте я ее обозначу буквой М. Вершину конуса обозначу буквой О. Вот эти вот две точки, которые получились при касании плоскости эллипса с шарами, я обозначу F1, F2. И дальше я рассмотрю вот такую вот прямую. Луч, вернее, луч О, М, и дальше вот туда вот он идет. Значит, этот луч пересекается с нашими двумя окружностями в точках А и Б. А вот теперь смотрите. Согласны, что какую бы точку на эллипсе я не брал, если я буду брать разные точки М, то расстояние для каждой точки М свои точки А и Б. То есть если я возьму точку М1, то получится, соответственно, А1, Б1. Возьму точку М2, получится А2, Б2 и так далее. Согласны вы с тем, что для любой точки М у нас сумма А, М плюс М, Б будет одна и та же. Но это очевидно, потому что вот на этом вот отрезке А, Б, как угодно возьмите точку М на эллипсе или не на эллипсе, расстояние от А до Б будет одно и то же, потому что это расстояние между двумя окружностями, лежащими в параллельных плоскостях. Но дальше смотрите, что можно заметить. Расстояние F1M равно расстоянию МА. F1M равно МА. Почему? Потому что оба эти отрезка это касательные к сфере, проведенные из одной и той же точки. У нас и отрезок МФ касательный к сфере, и отрезок МА тоже касательный к сфере. Поэтому по известному свойству сферы, если к сфере провести несколько касательных из одной и той же точки, то длины этих касательных равны. Точно так же F2M будет равно МБ. Если я сложу эти две формулы, то у меня получится следующее. F1M плюс F2M равно АВ. И это постоянная величина, это константа. То есть получается, что любая точка, лежащая на эллипсе, любая точка М, лежащая на эллипсе, обладает тем свойством, что сумма расстояний от этой точки до F1 и F2 равна постоянной величине. Вот это и есть то свойство, которое мы положим в определение эллипса. Значит, итак, формулируем определение. Пусть F1 и F2 не совпадающие точки плоскости. Эллипс это множество всех точек плоскости, ну, той же самой плоскости, разумеется, которые обладают таким свойством. F1M плюс F2M равно константе. От этой константы что нужно потребовать? Может она быть произвольной? Как вы думаете? Больше нуля. На самом деле еще больше. Она должна быть больше, чем расстояние между F1 и F2. Понятно. То есть вот эта константа должна быть больше, чем расстояние между точками F1 и F2. Иначе не будет выполняться неравенство треугольника и просто таких точек не существует. Вот. Значит, вот геометрическое определение эллипса. Эллипс это множество всех точек плоскости, которые удовлетворяют вот такому вот уравнению. Сумма расстояний до двух зафиксированных точек есть постоянная величина. При этом вот эти вот две точки F1 и F2 называются фокусами нашего эллипса. F1 и F2 это фокусы эллипса. Но наш подход аналитический. То есть мы хотим уравнение охарактеризовать нашу линию, нашу кривую при помощи уравнения. Значит, давайте попытаемся вывести уравнение эллипса в какой-нибудь системе координат. Ну, естественно, что систему координат нужно выбрать как-то попроще, чтобы было легко выводить. Мы сделаем вот как. Я выберу систему координат таким образом, чтобы вот эти самые фокусы лежали бы на оси X симметрично относительно начала координат. Значит, вот это вот у нас левый фокус и координаты у него будут координаты, естественно, нулевая, а абсциссу давайте для фокусов обозначим С и минус С соответственно. Для левого фокуса это минус С, для правого С, и С это положительная величина. Так, дальше берем произвольную точку плоскости с координатами X, Y и давайте напишем расстояние для F1M и F2M. Как это сделать? Значит, ну, вот так вот сделаем. Вектор F1M. какие у него координаты? Из координат конца, то есть X, Y нужно отнять координаты начала, то есть минус С, 0. Получается, что абсциссу у него X плюс С, координата Y, а длина вектора это квадратный корень из его скалярного произведения на себя. то есть получится, что F1M это квадратный корень из X плюс С в квадрате плюс Y в квадрате. Для F2M все очень похоже, но только вместо X плюс С будет стоять X минус С. Значит, вот эти вот два отрезка называются фокальные радиусы. на самом деле рановато я этот термин произнес, почему? Потому что я же пока не знаю, лежит точка M на эллипсе или не лежит. Чтобы точка M лежала на эллипсе, что нужно? Чтобы сумма вот этих вот двух расстояний была бы равна некоторой константе, которая больше, чем 2С. Значит, условие, что точка лежит на эллипсе, приводит к такому уравнению. Первый из этих корней плюс второй из этих корней равен константе. И эту константу мы обозначим 2А. Эта константа должна быть больше расстояния между фокусами, которое 2С, очевидно, равно. Значит, вот здесь двойка ставится именно вот по этой причине. Поскольку расстояние между фокусами у нас оказывается равным 2С, то и вот эту константу удобно обозначить 2А. Так, ну, собственно, вот уравнение, которому должны удовлетворять координаты точек эллипса. Уравнение неудобное, оно содержит корни, поэтому давайте его упрощать. Значит, ну в чем состоит упрощение и уравнение с радикалами? Нужно уединять радикалы и возводить в квадраты. Но здесь может появиться неприятность, связанная с тем, что при возведении в квадрат лишние корни могут образовываться. То есть, после того, как мы все до конца проделаем, нам нужно будет эти лишние корни либо доказать, что их нет, либо найти и выбросить. Так, значит, смотрите, что получится. Я записываю уравнение вот так вот. Один из корней переношу на другую сторону. Вот, и возвожу в квадрат. Что получится после возведения в квадрат? слева х-с в квадрате плюс у в квадрате равняется 4а квадрат плюс х-с в квадрате плюс у в квадрате это квадрат одного слагаемого плюс квадрат другого слагаемого, то есть, подкоренное выражение и минус удвоенные произведения Вот тут 4, да? Да, удвоенные произведения, здесь будет четверка. Так, дальше давайте смотреть, что можно сделать. Я раскрываю x плюс c в квадрате с этой стороны, раскрываю x минус c вот с этой стороны, что сократится после этого? x в квадрате сократится, c в квадрате сократится, y в квадрате сократится. А дальше я сделаю так, вот этот радикал налево, то есть 4а корня под корнем x минус c в квадрате плюс y в квадрате. Так, а с правой стороны что останется? 4а квадрат останется? Так? Так, минус 2xc и еще вот отсюда минус 2xc тоже перенесем. То есть получится минус 4а квадрат минус 4xc, да? Так, теперь обе стороны этого равенства делим на 4а. Получится корень из x минус c в квадрате плюс y в квадрате равняется а минус c на ах. И вот c на а я обозначу греческой буквой эпсилон. Что можно сказать про это отношение, c на а? Оно меньше единицы в силу вот этого вот неравенства. Значит, и вот это вот отношение эпсилон называется эксцентриситет эллипса. Он всегда меньше единицы. Так, значит, и обратите внимание, кстати, что получилось-то. Вот этот корень, который мы с вами здесь обнаружили с левой стороны, это как раз есть расстояние какое? f2m. То есть мы для f2m получили выражение без корней. Это очень важный результат, который в дальнейшем нам потребуется. Значит, f2m это а минус эпсилон х. f2m, кстати говоря, если я проделывать буду все то же самое, только уединять слева буду не этот радикал, а вот этот радикал, а в остальном все то же самое буду делать, то проделав такие же выкладки, как вы думаете, что я получу? Формулу для f1m. И вот формула для f1m, она будет вот какая. Она будет выглядеть очень похоже, но только с плюсом. Так, ну пока у нас еще никакого уравнения-то нет. Нам нужно еще раз осуществить возведение в квадрат. То есть либо вот это равенство нужно еще раз возвести в квадрат, либо это, ну давайте возводить то, которое мы честно получили. То есть вот это вот равенство еще раз возводим в квадрат, и у нас получается x минус c в квадрате плюс y в квадрате равняется a квадрат минус удвоенное произведение, это будет минус 2cx плюс эпсилон квадрат x квадрат. Скобки раскрываем вот здесь, и мы видим, что 2cx сократится. Вот здесь вот 2cx образуется при раскрытии скобок, и здесь 2cx имеется. Оно сократится. Значит, уравнение примет такой вид. x квадрат в скобках единица минус эпсилон квадрат, это я вот это слагаемое перенес на другую сторону, плюс y квадрат равняется a квадрат минус c квадрат. Так, значит, кстати говоря, выражение единица минус эпсилон квадрат, которое вот здесь получилось в скобке, это единица минус c квадрат на а квадрат, и это будет а квадрат минус c квадрат делить на а квадрат. Мы видим, что слишком уж часто стало образовываться выражение a квадрат минус c квадрат. Это означает, что нужно его как-то обозначить. Обозначаем. a квадрат минус c квадрат – это число какого знака? Положительное, потому что a больше c. Значит, a квадрат минус c квадрат можно назвать квадратом числа b. И тогда смотрите, что у нас получается. Значит, x квадрат умножить на b квадрат делить на а квадрат, плюс y квадрат равно b квадрат. Ну и последнее, что мы делаем, обе части этого уравнения делим на b квадрат. И вот такая красота получается. x квадрат разделить на а квадрат, плюс y квадрат разделить на b квадрат равно единице. Вот это и есть уравнение эллипса. На самом деле мы еще пока не все сделали. Мы еще не убедились, что лишних корней нет. То есть мы сделали с вами вот что. Предположив, что точка лежит на эллипсе, то есть обладает нужным нам геометрическим свойством сумма f1m и f2m равна константе. Вот предположив, что точка лежит на эллипсе, мы убедились, что координаты этой точки удовлетворяют этому уравнению. Но теперь нужно сделать проверку в обратную сторону. Нужно убедиться, что любое решение этого уравнения, то есть любая точка координаты, которая удовлетворяет этому уравнению, действительно лежит на эллипсе. То есть что не получилось, у нас не образовалось лишних решений. Делаем это. Значит, пусть точка с координатами x, y это решение вот этого нашего уравнения. Так, значит, давайте сделаем следующее. Найдем расстояние от этой точки до фокусов. f1m это корень из x минус c в квадрате плюс y в квадрате. Только тут плюс. Для f1 плюс, да. Это корень из x плюс c в квадрате плюс, плюс что? Я y квадрат выражу из уравнения эллипса. Значит, мы с вами предположили, что точка с координатами x, y является решением этого уравнения. То есть y можно выразить через x с помощью нашего уравнения. Это будет b квадрат в скобках единица минус x квадрат делить на а квадрат. Дальше. Раскрываем скобки. Получается x квадрат минус 2cx плюс b квадрат плюс c квадрат. Значит, вот я буду группировать слагаемые так, чтобы получился квадратный трехчлен, расположенный по степеням. То есть x квадрат с каким-то коэффициентом. Сейчас мы его сосчитаем. Дальше. Линейные слагаемые. Ну, понятно, что это будет плюс 2xc. Плюс 2xc. Так. И свободный член это будет c квадрат плюс b квадрат. Вот я его написал. Значит, коэффициент при x квадрате будет какой? Единица минус b квадрат делить на а квадрат. Так. Дальше смотрите, что получается. Смотрим вот на эту скобку. Если привести к общему знаменателю, то в числителе получится а квадрат минус b квадрат. Это c квадрат. Делить на а квадрат. Но c квадрат делить на а квадрат это ε квадрат. Значит, получается εx в квадрате. Дальше. Плюс 2cx. Дальше. b квадрат плюс c квадрат это а квадрат. Плюс а квадрат. Вот в этом среднем слагаемом я домножу на ε и поделю на ε. Смысл в этом какой? c деленный на ε это а. В результате у нас получается вот какое подкоренное выражение. будет корень из εx плюс а в квадрате. Полный квадрат образовался под корнем. Значит, и я теперь могу извлечь корень. Результат будет а плюс εx. Вообще-то надо поставить модуль. Но на самом деле здесь не надо. Почему? Давайте думать. Значит, а больше нуля. а вот что сказать можно про х? Смотрите. Понимательно смотрим на уравнение. х должен быть по модулю меньше или равен, чем а, а у должен быть по модулю меньше или равен, чем b. Почему? Потому что если х будет больше, чем а, то уже первое слагаемое больше единицы. А второе слагаемое неотрицательно. Единицу не получишь. То есть у нас из уравнения эллипса уже ясно, что х по модулю меньше или равен, чем а, у по модулю меньше или равен, чем b, ε – это число меньшей единицы. То есть вот это вот выражение меньше а по модулю, ну и само выражение положительное. Точно таким же образом мы для f2m получаем вот такое выражение. Ну, собственно, они у нас уже с вами появлялись. Ну и теперь, если мы сложим f1m и f2m, мы ровно 2а и получаем. f1m плюс mf2 равняется 2а. εx сократился. Все, значит, теперь мы можем считать, что уравнение эллипса полностью выведено. Я его еще раз переписываю. х квадрат делить на квадрат плюс у квадрат делить на b квадрат равно единице. Ну, это уравнение называется каноническое уравнение эллипса. Почему оно только называется? Потому что оно относится к одной специальной, очень удобной системе координат, а именно к системе координат, в которой фокусы лежат на оси х симметрично относительно начала координат. Если вы возьмете какую-нибудь другую систему координат, там, конечно, уравнение эллипса может выглядеть гораздо сложнее. Так, ну вот теперь давайте, глядя на уравнение, попытаемся какие-то геометрические характеристики, геометрические свойства этой фигуры обнаружить. Значит, ну, во-первых, вы видите, что у нас обе переменные, и х, и у, входят в уравнение в квадратах. Это означает что? Что если точка с координатами x, y принадлежит нашему эллипсу, то точка с координатами минус x, y, точка с координатами x минус y, и точка с координатами минус x минус y будут тоже принадлежать эллипсу. То есть эллипс симметричен относительно обеих координатных осей и относительно начала координат. Поэтому достаточно понять, как он выглядит, как выглядит часть эллипса, расположенная в первой четверти, например. Так, ну здесь тоже все достаточно просто. Давайте возьмем х, равный нулю. Если взять х, равный нулю, то у будет равен, ну либо б, либо минус было, но мы договорились первую четверть рассматривать. Так, вот оно b. Если взять у, равную нулю, то получится, что х равен а. Вот смотрите, я на картинке нарисовал, что а больше b, и это действительно так. Так, вот здесь вот рядом с каноническим уравнением эллипса я сразу же подпишу, что а квадрат это b квадрат плюс c квадрат. Мы b квадрат, я напомню, вводили как а квадрат минус c квадрат. И еще у нас был параметр, и эпсилон, эксцентриситет и эллипса, который равен отношению c к а. Так, ну а дальше, глядя на уравнение, мы делаем с вами естественный вывод. Если х растет, то у обязан уменьшаться. То есть линия должна соединять точки b и а. Вот это будет вот таким вот образом выглядеть. Вот так выглядит эллипс. Фокусы располагаются внутри эллипса на оси абсцисс. Вот таким вот образом. Значит, вот это расстояние равно c. Дальше. Давайте вспомним, что такое а. Лучше давайте вспомним, что такое 2а. 2а это сумма фокальных радиусов. То есть сумма расстояний от каждой точки эллипса до фокусов. Значит, если мы возьмем вот такую вот точку, ну, совершенно произвольную, то сумма расстояний до фокусов будет равна 2а. Если я в качестве такой точки возьму вот эту точку, лежащую на оси координат, то сумма вот этих двух расстояний равно тоже 2а. Поэтому каждое вот из этих двух расстояний равно а. Ну и опять же теорема Пифагора здесь видна. Здесь b, здесь c, здесь а, и а квадрат равно b квадрат плюс c квадрат. Так. Дальше давайте с вами сделаем вот какую еще вещь. Значит, я напишу вот эти вот два полученных нами выражения для фокальных радиусов. f1m равно a плюс εx, f2m равно a минус εx. так, и перепишу таким образом. f1m равняется ε за скобку в скобках a делить на ε плюс x. f2m тоже ε за скобку в скобках a делить на ε минус x. Так, на вторую из этих формул смотрим. f2m это вот это расстояние. Координаты точки m это x, y. Давайте подумаем. a делить на ε минус x, то есть выражение, стоящее вот в этих скобках, что это такое? Каков его геометрический смысл? То, что стоит вот в этой вот скобке. Вычитается абсцисса точки x. Вычитается из какого-то числа. a делить на ε это не c. a умножить на ε это c. А a делить на ε это число, которое больше a. Значит, a делить на ε это число, которое больше a, потому что ε меньше единицы. Значит, из какого-то числа большего, чем a, вычитается x. Вот давайте я сделаю так. Вот это число a делить на ε я помечу. И разность a делить на ε минус x это вот этот вот отрезок. Согласны? Потому что вот это расстояние, это a делить на ε, а вот это расстояние это x. И смотрите, что у меня получается. Получается, что отношение f2m к вот этому вот a делить на ε минус x это есть постоянная величина для любой точки нашего эллипса. Это фокальный радиус, а это расстояние от нашей точки, от точки m, до вот этой вот вертикальной прямой. Эта вертикальная прямая заслуживает названия своего отдельного. Она называется директриса. Значит, вот эта вот прямая называется правая директриса эллипса. Так, ну если вы посмотрите на первую из этих двух формул, вы видите, что там ситуация аналогичная. Вот. И вот эта величина, которая здесь стоит, это расстояние от точки эллипса до левой директрисы. То есть вертикальной прямой, которая проходит через точку с абсциссой минус a делить на ε. Ну, естественно, вот это вот расстояние, это как раз абсцисса правой точки минус абсцисса левой точки. Вот эта вертикальная прямая называется левая директриса. И мы с вами получили одно из самых важных геометрических свойств эллипса. А именно, для любой точки эллипса выполняются следующие свойства. Отношение, расстояние до фокуса и до соответствующей директрисы для всех точек эллипса одно и то же и равно эксцентриситету, который меньше единицы. Это свойство называется директориальное свойство эллипса. Вот оно, я его не буду писать словами, а произнести произнесу, если кто-то хочет словами записать. Значит, отношение расстояний от любой точки эллипса до фокуса и до соответствующей директрисы, то есть отношение расстояния до фокуса к расстоянию до директрисы. Для всех точек эллипса одно и то же и равно эксцентриситету, при этом эксцентриситет меньше единиц. Это важно. На самом деле, вот это свойство можно взять в качестве определения эллипса. То есть смотрите, как можно сформулировать определение эллипса. Возьмем на плоскости некоторую прямую и некоторую точку. Эллипсом называется множество всех точек плоскости, которые обладают вот этим свойством. То есть всех тех точек, для которых отношение расстояния до фокуса и до директрисы одно и то же и меньше единицы. Значит, для того, чтобы эллипс задать, требуется один его фокус и соответствующий этому фокусу директриса. То свойство, которое мы... Вернее, определение эллипса, которое мы формулировали, оно опиралось на два фокальных радиуса. Поэтому определение называется фокальным определением. Мы определяли эллипс через его фокальные радиусы. На самом деле, можно, как я уже только что сказал, можно менять местами точки зрения. Можно в качестве определения брать фокальные свойства, тогда директориальные свойства доказываются. Можно наоборот, в качестве определения взять директориальные свойства, тогда доказываться будет свойство фокальное, наоборот.